Продолжение следует... К сожалению, мы проводим это совещание в режиме видеоконференцсвязи, потому что санитарные меры и карантинные меры, которые приняты в Вологодской области, они беспрецеденты, поэтому мы практически все находимся на удаленном доступе. Сегодня на обратной связи представители крупнейших банков Вологодской области, которые уже приступили к реализации мер государственной поддержки бизнеса, предпринимателей, индивидуальных предпринимателей и граждан Вологодской области, и сегодня мы об этом подробно поговорим. Уважаемые коллеги, сегодня из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой коронавируса, во многих отраслях экономики фиксируются кризисные явления. Сложная ситуация в экономической сфере результируется в снижении объемов, получаемых бизнесом доходов, и как следствие ведет к сокращению зарплат и росту безработицы. В Вологодской области 38 отраслей входят в перечень утвержденных правительством Российской Федерации как наиболее пострадавшие от COVID-19, а это более трех тысяч юридических лиц и более десяти тысяч индивидуальных предпринимателей. В такой ситуации для руководства страны важнейшим вопросом стала закредитованность населения и бизнеса. Четко понимается задача, которая требует обязательного решения. Это помочь выжить бизнесу и гражданам. Людям, потерявшим работу или часть доходов, нечем платить по потребительским и ипотечным кредитам. Единственный выход – это ежемесячные обязательные платежи должны быть заморожены, как минимум на шесть месяцев. Также мы не можем позволить себе бросить на произвол судьбы малый и средний бизнес. Речь идет о тысячах компаний, которые создают десятки тысяч рабочих мест. Если не поддержать их сейчас, потери государства на социальные выплаты в самом ближайшем будущем увеличатся кратно и образуется значительный обрежь в бюджете Пенсионного фонда России. В сложившихся условиях президент страны Владимир Владимирович Путин, правительство Российской Федерации и Банк России впервые в новейшей истории приняли меры по поддержке заемщика по действующим долговым обязательствам. А заемщики – это и граждане, и индивидуальные предприниматели, и субъекты малого и среднего предпринимательства. Правительством Российской Федерации в кратчайшие сроки принят ряд решений, которые позволяют решить наиболее острые вопросы. Так, обеспечено изменение федерального законодательства, дающее право заемщику получить отсрочку по платежам, кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Разработаны и приняты постановления правительства России по беспроцентным кредитам на выплату заработной платы и отсрочке платежей по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства. И вчера на совещании по вопросам банковского кредитования экономики президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что важная роль в реализации многих принятых решений принадлежит банковскому сообществу. И главная задача – не принять решения по комплексу мер и озвучить их, а реализовать все эти мероприятия в максимально возможных объемах. Как сказал наш президент, банки напрямую работают с гражданами, с предприятиями, знают их проблемы и запросы. От работы банков в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно, дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается. Круг участников сегодняшней встречи позволяет нам детально обсудить текущую ситуацию по реализации принятых на федеральном уровне мер поддержки на территории нашего региона. Определить проблемные вопросы, конструктивно выработать варианты их решений. Хочу призвать вас, представителей банковского сообщества Логотской области, крупнейших кредиторов, идти навстречу гражданам и бизнесу, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиентов. Как справедливо сказал глава государства, все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены. Мы должны помнить, что сохранение стабильности, обеспечение занятости и поддержки предпринимательства являются нашими общими задачами. Эффективное решение сегодняшних проблем, конструктивное взаимодействие позволит нам в будущем с меньшими потерями выйти из сложной ситуации. И как справедливо сказал Владимир Владимирович, важно уже сейчас создать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу. Иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объектов кредитования для граждан, для компаний, станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России. И вот буквально вчера по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный износ состоит в 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики и рыночной ипотечной ставкой банкам, возместит государство. Это новшество предлагаю обсудить чуть позже в рамках рассмотрения вопроса о региональной льготной ипотечной программе. Уважаемые коллеги, меры поддержки индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, крупных компаний и, конечно же, граждан утверждены правительством Российской Федерации. Давайте сегодня мы обсудим, как они реализуются банковским сообществом в Вологодской области и по каким телефонам, и по каким горячим линиям и адресам необходимо обращаться, для того, чтобы эти меры поддержки получить. Начинаем нашу работу. Слово предоставляется Нечаеву Сергею Александровичу, управляющему Вологодским отделением Сбербанк России. Пожалуйста. Добрый день, Олег Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, действительно, что касается Сбербанка, во исполнении решений президента Российской Федерации и в тесном взаимодействии с правительством Банком России Сбербанк реализовал ряд оперативных решений по поддержке населения и компаний, которые пострадали от текущей пандемии коронавируса. Сбербанк непосредственно участвует во всех программах государственной поддержки, которая оказывается и корпоративным клиентам, и малому бизнесу, и населению, но и разработал ряд собственных программ по поддержке этих сегментов. Если говорить о корпоративных клиентах и о клиентах сегмента малого-среднего бизнеса, то Сбербанк разработал специальную программу по реструктуризации данных кредитов. Что она себя включает? Она также включает в себя упрощенный механизм реструктуризации для субъектов МСП на срок до 6 месяцев по отсрочке платежа, также, соответственно, предоставить эти кредитные каникулы, либо пролонгировать кредит на срок до 6 месяцев. В чем ее отличие от государственной программы? О том, что мы ее распространили для СМП не только для пострадавших отраслей, но и для других отраслей, которые несут на сегодняшний момент убытки и теряют доход более чем на 30%. Если говорить так же, на срок до 6 месяцев банк не предъявляет сейчас санкции клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими договорных обязательств каких-то по контрактам. Ну, что я здесь имею в виду? Например, если речь идет о страховании имущества в текущий период, регистрации обеспечения, поддержания уровня оборотов, то вот эти штрафные санкции на сегодняшний день банк не предъявляет к субъектам СМП. Если говорить по статистике Вологодской области, которая на сегодняшний день по реструктуризациям, то на сегодня на утро, вот я буду говорить уточненные данные уже, мы еженедельно предоставляем. Валентин Никам, не эту информацию. По Вологодской области 416 обращений на реструктуризацию. Принято 200 на сегодняшний день положительных решений. В работе находится 59. И если говорить о тех, кто еще в отказе находится, то надо обозначить, что 93 клиента, они самостоятельно сейчас отказались от реструктуризации, ввиду того, что это было первоначальное решение и их было желание, грубо говоря, воспользоваться этой опцией. Но когда они получили разъяснение об особенностях этой реструктуризации, они решили подождать. И на сегодняшний момент вот таких у нас 93 клиента, которые находятся в режиме ожидания, самостоятельно отозвали свои заявки. Что говорить, если по участию в госпрограмме под кредит под 0%, то банк с первых дней включения в эту программу начал активно принимать заявки. На сегодняшний день туда попадают кредиты, которым для субъектов малого и микробизнеса в соответствии с 209 федеральным законом. Кто попадает туда и предоставляется клиентам только пострадавших отраслей экономики, утвержденных постановлением правительства. Кредит у нас по Сбербанку такой выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки по погашению основного долга на 6 месяцев. И если говорить о ценовой составляющей, которая, как и говорили, обозначена, то 6 месяцев ставка 0% по данному кредиту. И остальные 6 месяцев это ставка 4%, это ставка, по которой центральный банк предоставляет средства именно банкам для этой программы без какой-либо наценки. Размер кредита он считается в соответствии с постановлением. Если говорить по статистике, которая у нас на сегодняшний день по Вологодской области на сегодняшнее утро, 67 заявок получено от субъектов МСП на кредит под 0%, 47 решений на сегодняшний момент принято. И выдано на сегодняшний момент первые транши по 17 таким заемщикам. Почему еще не по всем принятым решениям осуществлены выдачи? Потому что предприниматели сами обозначают дату, которая у них подходит под дату выплаты заработной платы. То есть решения приняты, они ожидают только первоначально от выдачи транша. Ну, также есть собственные инициативы банка, которые касаются уже не кредитных продуктов. Это банк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов, экваринга и онлайн-касс за период с 1 марта по 31 мая, чтобы поддержать предпринимателей в этом направлении. Также сделал до 31 мая бесплатным сервис возмещения из бюджета НДС и акцизов. Также мы запустили личный кабинет застройщика для того, чтобы наши застройщики могли удаленно подавать заявки на рассмотрение кредитования застройщиков в рамках финансирования недвижимости. Ну, а также вот по горячей линии, с первых дней открыта горячая линия, но по поводу, если обращение, хоть корпоративных клиентов, хоть малого бизнеса по Сбербанку, каждый клиент знает, закреплен за ним клиентского менеджера его телефон. Это первый контакт, к которому может он обратиться. Если нет, то горячая линия 8800-234-40, которая работает у нас по всей стране в формате 24 на 7. Что касается розничных клиентов, я еще немножко доложу по этой теме, то Сбербанк здесь также предоставляет и кредитные каникулы в рамках постановления правительства, также и разработал собственную программу реструктуризации, которая отличается тем, что не дает каких-либо ограничений по суммам первоначального кредита. То есть клиенты могут обращаться подтверждающими документами, подтверждающими документами для нас по нашей программе является это предоставление паспорта и справки о снижении дохода более чем на 30% по сравнению со средним за 2019 год. И, соответственно, они получают возможность реструктуризации, в том числе на индивидуальных условиях. И по ипотеке, которая, вот вы правильно сказали, что на сегодняшний момент подписано уже постановление правительства по льготной ипотеке, здесь следующие моменты хотел обозначить. Сбербанк пошел навстречу и на сегодняшний день мы уже начали принимать заявки на предоставление льготной ипотеки на территории Вологодской области. Сбербанк принял решение, что ставка по льготной ипотеке будет 6,4%, что на 0,1% ниже, чем по постановлению правительства. Ограничения какие? Они все те, которые именно обозначены в этом постановлении. Это, соответственно, кредит на предоставление, на покупку новостройки, что должно дать толчок для развития именно жилищного строительства. Второй момент – это первоначальный снос от 20%, сумма кредита для Вологодской области, вот если смотреть, то это 3 миллиона рублей. Но могу сказать, Олег Александрович, мы проанализировали для себя примерно средний чек по ипотечным кредитам на первичную затройку, которая складывается по Сбербанку, он составляет примерно 1 миллион 730 тысяч. То есть у нас большинство кредитов, которые мы предоставляем на ипотеку, попадут под данную льготную программу. Мы также посмотрели сейчас на то, еще один из моментов, который хочется сказать по этой программе, о том, что мы посмотрели и можем те заявки, которые на сегодняшний момент одобрены банком, но объект недвижимости еще не выбран заемщиком, мы можем их перевести в эту программу. И таких на сегодняшний момент у нас заемщиков 283 заемщика по Вологодской области, которые имеют на сегодняшний момент заявки на первичное жилье, которые мы можем уже будем переформатировать в программу льготную под 6,4%. Также, понимая ситуацию, которая на сегодняшний момент складывается с коронавирусом, банк организовал схему подачи заявок, рассмотрения и выдачи кредита ипотечного без визита в банк. На сегодняшний момент эта схема реализована и, соответственно, она уже работает на территории Вологодской области. Но еще, если говорить о других инициативах банка, то вот как раз с тем, чтобы минимизировать поступление клиентопоток населения в кредитные учреждения, особенно наше Сбербанк, по всем вкладам, которых срок заканчивается в период до 5 мая, принято решение о том, что эти вклады автоматически пролонгируются под ту же ставку до 6 мая. Мы будем выплачивать по этим вкладам ставку, которая была на текущий момент по вкладам. Для того, чтобы не было волнения у населения, для того, чтобы они приходили и быстро переоформляли эти планы. Такая же ситуация у нас с арендой индивидуальных сейфовых ячеек. То есть это автоматически пролонгируется. На текущий момент решение принято до 6 мая. Ну и также хочется сказать о том, что мы сейчас основная задача банка по обслуживанию населения. Мы офисы открываем в зависимости от потребностей и от того клиента потока. Но основная задача сейчас – это мгновенное обслуживание клиента, осуществление его первичной потребности и, соответственно, отсутствие очередей. Это мой личный приоритет на сегодняшний день, чтобы отсутствие очередей в филиалах и социальное дистанцирование в случае обслуживания в филиальной сети. Доклад закончил, готов ответить на вопросы. Сергей Александрович, очень радует, что крупнейший банк страны, Вологодский филиал, работает очень оперативно, быстро принимая решения, которые озвучил наш президент и руководство Сбербанка, и председатель правительства и руководство Сбербанка. Поэтому, конечно, очень важно сохранить вот эту клиентаориентированность в столь непростой период, потому что люди напряжены, люди раздражены, люди находятся в отчаянном ситуации и положении, поэтому вот никаких формальных ответов, стараться вникнуть в проблему каждого, попытаться решить вопрос. И, конечно, это работа офисов ваших на территориях, потому что, наверное, здесь не только это операции совершать, которые обычно совершаются в штатном режиме, но, наверное, еще и работать психотерапевтами для того, чтобы людей просто успокоить, успокоить людей, поддержать людей. Вот у меня к вам просьба передать привет всем сотрудникам ваших офисов, которые работают на территории. Им сейчас тоже очень тяжело, потому что они – это первичное звено, которое выдерживает большое количество запросов, в том числе запросов людей, которые просто отчаянятся. Вот, Сергей Александрович, у меня к вам просьба передать привет всем вашим сотрудникам, которые работают в правительном крае. Да, обязательно передам, Олег Александрович. Мы на это тоже уделяем особое внимание. Понятно, что обеспечили всех наших сотрудников и средствами индивидуальной защиты. Это была там приоритет один у нас в нашей деятельности. Ну и, соответственно, следим. Действительно, такая психологическая поддержка на сегодняшний момент очень важна, в том числе и для сотрудников. Спасибо большое, Сергей Александрович. Уважаемые коллеги, я передаю слово управляющей региональным операционным офисом Банка ВТБ. Слово по насеку Александру Владимировичу. Александр Владимирович, пожалуйста, расскажите, как Банк реализует меры государственной поддержки в соответствии с распоряжением и постановлением правительства Российской Федерации. Пожалуйста. Уважаемый Олег Александрович, уважаемые коллеги, здравствуйте. Понимая всю важность текущей ситуации и являясь социально ответственной организацией, Банк ВТБ непременно участвует во всех мероприятиях, реализуемых федеральным правительством, правительством субъекта Вологодской области по мерам поддержки как по корпоративным предприятиям, это малый и средний бизнес, так и по физическим лицам, являющимся нашими клиентами. Имея некоторую специфику, в отличие от Сергея Александровича, связанную с тем, что фактически к активной работе с малым и средним бизнесом Банк ВТБ приступил только в начале прошлого года, доля клиентов, которые являются микро и малыми предприятиями, у нас достаточно не очень большая. В то же время в портфеле кредитном Банка ВТБ львиную долю занимают средние предприятия, на которые пока не распространяются меры федеральной поддержки, реализуемые правительством. В результате Банк ВТБ пошел на беспрецедентные меры, направленные на поддержку именно среднего бизнеса, нуждающегося в поддержке в текущий момент и относящегося и не относящегося к отраслям, которые подвержены негативному воздействию в результате пандемии. На текущий момент времени в рамках федеральных программ Банком ВТБ реализуются все программы как по предоставлению кредитов на зарплату под 0%, так и по постановлению 410, это где прощение процентов, 67% нашим заемщикам предоставляется, так и в реструктуризации в рамках 106-го федерального закона. При этом отмечу, что на текущий момент времени количество микро и малых предприятий, обратившихся к нам за получением кредитов на заработную плату составило 7, объем заявленных кредитов 11, реализовано 4, остальные в работе в текущий момент времени находятся. Количество предприятий, обратившихся за получением льготного кредитования, а именно прощения 67% процентных выплат, составляет на текущий момент 2. У нас, повторюсь, мало таких в портфеле кредитном, поэтому, соответственно, и такое обращение. В то же время вернусь к тому, что, к примеру, поддержки среднего бизнеса. Банкам приняты собственные программы реструктуризации, поддержки указанных предприятий, при этом они носят очень индивидуальный характер. В первые же дни, скажем, введения объявления в России о нерабочих дней, банкам было в одностороннем порядке принято решение по определенным отраслям, не вошедшим в постановление правительства, а именно это торговые центры, где сдача в аренду, автодилеры на тот момент времени и прочие предприятия, попавшие в тяжелую ситуацию, по пакетной реструктуризации этих кредитов в одностороннем порядке, с тем, чтобы уже после понятия решения, скажем так, о реструктуризации, уже непосредственно вести работу конкретно с каждым заемщиком о интересующих его параметрах реструктуризации. Далее продолжается работа по реструктуризации кредитных договоров клиентов, не входящих в перечень пострадавших отраслей, но в которых мы видим затруднения. На текущий момент в среднем бизнесе реструктурировано 5 таких договоров на сумму 243 миллиона. Ведется активная работа с клиентами, которые ощущают на себе косвенное воздействие кризисных ситуаций. Эта работа не носит, скажем так, не имеет общих критериев, которые могут быть озвучены, но призываю каждого предпринимателя, каждого владельца бизнеса обращаться в индивидуальном порядке с закрепленным менеджером. У нас у всех заемщиков есть такие менеджеры при необходимости решения каких-либо вопросов. В то же время дополню, что основной объем работы, который мы в текущий момент времени ведем, направленный на поддержку наших клиентов, связан с физическими лицами, поскольку у банка ВТБ очень много кредитов, предоставленных как на приобретение недвижимости, так и на приобретение автомобилей и очень большое количество потребительского кредитования. Практически в данном направлении опять же приняты, на мой взгляд, очень эффективные меры, которые практически исключают возможности отказов обратившимся к нам заемщикам. В то же время участвую во всех федеральных программах и понимая, что средний чек по предоставленным кредитам у нас несколько превышает, установленный федеральными нормативными актами предельные суммы задолженности, банком ВТБ реализуются собственные программы поддержки заемщиков физических лиц как по ипотечным кредитам, так и по потребительским кредитам и автокредитам. В первую очередь, основное отличие связано с этим предельной суммой кредита. То есть она у банка более высокая. Соответственно, это позволяет нам удовлетворять большее количество потребностей, заявленных нашими клиентами. Так, на текущий момент времени из 30 заявок, обратившихся к банку о реструктуризации по автокредитам, реализовано 18, из них по программам банка 83%. По ипотеке обратилось к нам 143 заемщика за реструктуризацией, реализовано 84. 37 по программам банка. Достаточно малое количество реализованных связано все-таки с временем, которое требуется на реализацию этих мероприятий. Из клиентов, заемщиков по потребительским кредитам, обратилось к нам 855 заемщиков, реализовано 847. То есть практически доля удовлетворения составляет практически 100%. Из них реализовано по программам банка 98%, поскольку мы знаем, что по федеральной программе по потребительским кредитам сумма ограничена 250 тысячами рублей, а по программе банка это сумма 2 миллиона рублей. Средний чек у нас 540 тысяч рублей, соответственно, отсюда такие показатели. Мы постоянно мониторим состояние наших заемщиков, их обращения, как бы активно реагируем на нестандартные обращения. Мы активно приступили к реализации сделок в рамках предоставления потечных кредитов по программе поставки 6,5% годовых, направленных в первую очередь, как на снижение нагрузки на семьи, решившие приобрести жилье, так и на поддержание строительной отрасли Вологодщины в текущий момент времени. В понедельник у нас состоялась первая сделка по Вологде, вчера была первая сделка по Череповцу. Активно ведем работу с заемщиками, теми, кто выбирали вторичное жилье, перенаправляя их в данную программу с тем, чтобы они и нагрузку меньше получили, и поддержать наших строителей в текущее непростое время. Еще один кредитный продукт по физическим лицам – это кредитные карты. Здесь банкам было принято решение о 100% предодобренном предложении всем владельцам карт, и всем было предложено, было всем направлено предложение подключить каникулы кредитные. Каждый из клиентов получил сообщение и имел право согласиться с ним, либо отказаться, направив соответствующее ответное сообщение. Что касается обращения наших уважаемых клиентов, повторюсь, юридических лиц призываю обращаться к своим закрепленным менеджерам, в крайнем случае на горячую линию банка. Всех клиентов физических лиц по всем вопросам, связанным с реструктуризацией, необходимо обращаться на горячую линию банка. Доклад закончен. Уважаемые коллеги, в конце прошлого года правительством Вологодской области было принято решение запустить льготную ипотеку для граждан как на первичном, так и на вторичном рынке, и мы готовы компенсировать 3% за счет средств областного бюджета, но, к сожалению, до сих пор эта льготная ипотека в работу не запущена. Поэтому давайте обсудим, почему это произошло, и когда будет запущена льготная ипотека на первичном, вторичном рынке правительства Вологодской области, какой механизм этой поддержки и как эта льготная ипотека будет работать, очень важно, на вторичном рынке. Слово предоставляется Буславу Дмитрию Александровичу, начальнику департамента строительства области. Пожалуйста. Уважаемый Олег Александрович, уважаемые участники совещания, разрешите доложить о реализации региональной льготной ипотечной программы. Как напомню, с 1 января 2018 года по инициативе президента Российской Федерации введена специальная программа ипотечного кредитования «Ипотека» под 6%. Ипотека по льготному проценту выдается тем семьям, в которых с января 2018 года по декабрь 2022 года родился второй и третий ребенок. По данной федеральной программе в Акционерном обществе Агентства ипотечного и жилищного кредитования Вологодской области в 2019 году за использованием данной меры поддержки обратилась 31 семья. Сумма займов составила 46,5 миллионов рублей. Но тут есть один нюанс, то, что федеральная программа, это прежде всего на первичное жилье, она рассчитана, и распространяла свое действие на те семьи, в которых родился именно второй и третий ребенок. В дополнение к программе ипотечного кредитования «Ипотека» под 6% по вашей, Олег Александрович, инициативе была разработана и запущена с марта 2019 года региональная уже ипотечная программа. Региональная ипотечная программа разработана в целях реализации указа президента, которым правительству Российской Федерации, субъектам Российской Федерации было поручено разработать программы, в том числе по направлению демография. Одной из задач которого является внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. Срок действия ипотечной программы с 1 марта 2019 года установлен по 1 марта 2023 года. Напомню, что положение региональной ипотечной, льготной ипотечной программы распространяется на граждан Российской Федерации при рождении уже первого ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года при условии проживания их на территории Вологодской области при приобретении ими квартиры на первичном рынке жилья на территории Вологодской области, либо рефинансирование ранее взятого кредита на указанную цель. Также на граждан Российской Федерации при рождении первого ребенка и последующих детей в тот же период, проживающих на территории Вологодской области, при приобретении ими квартиры на вторичном рынке жилья на территории Вологодской области, либо рефинансирование ранее взятого кредита на указанные цели. Также в перечень лиц, кто может заявиться на участие в нашей региональной программе, были определены такие категории, как молодые семьи. Это если возраст упругов до 36 лет, также на приобретение квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, либо можно рефинансировать ранее взятый кредит. Если дети не достигли 18 лет. И многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при приобретении ими квартиры, также на первичном и на вторичном рынке жилья, либо рефинансирование ранее взятых кредитов, если дети также не достигли возраста 18 лет. Условия региональной ипотечной программы – это минимальная сумма займа определена 500 тысяч рублей, максимальная сумма займа, как и у наших коллег из банков, определена в размере 3 миллионов рублей, сумма ипотечного займа не может превышать 85% стоимости жилья, передаваемого в залог, и срок ипотеки определен от 3 до 30 лет. Ставка устанавливается ниже на 3% пункта, чем стандартная ставка, установленная акционерным обществом ДОНК РФ. Предоставление ипотечных займов в рамках установленного порядка осуществляется нашим акционерным обществом агентства ипотечного жилищного кредитования Вологодской области. Ставка по данному льготному ипотечному займу в настоящее время составляет от 5,4% до 8,5% годовых. Размер предусмотренных средств областного бюджета субъекта на реализацию ипотечного продукта определен на 2019 год с учетом тех условий, которые сложились, 8,6 млн. рублей, на 2020 год – 28 млн. рублей и на 2021-2022 годы по 56 млн. рублей ежегодно. Планируемое количество участников программы составляет от 200 до 500 семей. И в 2019 году данным ипотечным продуктом воспользовались 84 семьи, сумма выданных займов составила фактически 110 млн. рублей. Указанные показатели обусловлены тем, что мы были вынуждены приостановить реализацию региональной льготной ипотечной программы в связи с тем, что на уровне федерации вступили в силу изменения с 1 октября 2019 года, изменения в федеральный закон 353 ФЗ о потребительском кредите займе. Согласно данным изменениям, некоммерческие организации для осуществления деятельности по выдаче займов должны быть включены в специальный перечень, который утверждается Акционерным обществом Дома МРФ. Перечень организаций утверждается на основании критериев, которые устанавливаются постановлением правительства Российской Федерации. Соответствующее постановление Российской Федерации, к сожалению, было принято всего только лишь и вступило в законную силу 26 марта 2020 года. В этот же день, 26 марта, Агентством ипотечного жилищного аккредитования Вологодской области был подготовлен весь необходимый пакет документов и документы были переданы в Акционерное общество Дома МРФ для включения в перечень организаций, которые имеют право осуществлять деятельность по предоставлению займов. В настоящее время данный пакет документов до сих пор находится на рассмотрении в Доме МРФ. По нашей информации, сегодня у нас как раз Агентство ипотечного аккредитования будет рассматриваться на заседании правительства Дома МРФ. И мы ожидаем решения на следующей неделе по включению агентства в данный перечень, организации, которые могут предоставлять ипотечные кредиты. В этом случае, если мы будем включены в перечень, Олег Александрович, то сразу после первомайских праздников мы можем приступить к работе и восстановить, скажем так, и с данного начать людям предоставлять льготные ипотечные займы. Обращу внимание, чтобы работу Агентства ипотечного ипотечного аккредитования по работе с населением не прекращало, и мы формировали перечень тех семей, кто хочет заявиться и получить данный льготный ипотечный продукт. И на сегодняшний день у нас на очереди на получение льготного ипотечного займа состоит 1200 граждан по данному реестру. И выдача займов начнется, как я уже сказал, после утверждения соответствующей перечней организации, куда должно войти Агентство ипотечного жилищного аккредитования. Всего обращу внимание, что в 2019 году Агентство ипотечного ипотечного Кредитование области выдало 229 займов на общую сумму 305,5 миллионов рублей. Ну и как уже коллегами было сегодня отмечено, в настоящее время по инициативе президента Российской Федерации Банк Дом РФ анонсировал новый ипотечный продукт и также ипотека под 6,5%. Ипотеку можно оформить до 1 ноября 2020 года по льготной ставке 6,5% на покупку квартиру в новостройке у застройщика. Оформление ипотечных кредитов будет осуществляться в том числе и через региональную агентскую сеть Банка Дом РФ, в которой входит акционерное общество, агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области. Программа субсидирования ипотеки до 6,5% начинает действовать в соответствии с постановлением с 17 апреля 2020 года. Сейчас уже агентством осуществляется прием заявок. Мы готовы к реализации этой программы, готовы принимать документы, готовы работать с населением. Наталья Александровна, руководитель агентства ипотечного и жилищного кредитования, готова пояснить по порядку работы, приема документов и по работе с населением, как организована работа сейчас. Доклад закончил. Спасибо. Наталья Александровна, у меня вопрос к вам. Смотрите, у нас в прошлом году количество заявлений на льготную региональную ипотеку было всего 250. Сейчас больше 1200, рост почти в 6 раз. Сейчас они все находятся в отложенном состоянии и ждут, когда будет Дом РФ принято решение о включении вас в перечень организаций, которые способны обслуживать эти заявления. Скажите, пожалуйста, как только решение будет принято на следующей неделе, как быстро вы сможете обслуживать клиентов, которые находятся на отложенном спросе? Это первое. И второе. Какой объем ресурсов потребуется и необходима ли докапитализация акционерного общества, агентства ипотечного и жилищного кредитования в Вологодской области? По первому вопросу, значит, в первую очередь будут закрываться долги 2019 года, то есть то количество заявлений, которое поступило, датировано было 2019 годом гражданами. Потому что основной поток заявлений, порядка 700, уже поступало с 1 января 2020 года. И так как 2019 год по заявлениям, будем так говорить, не закрыт, в первую очередь будут закрываться долги 2019 года. По ресурсам. Ресурсов на данный момент достаточно, учитывая то, что сумма в областном бюджете сейчас снижается до 28 миллионов. На 2019 год, на заявления, которые поступили к нам гражданам в 2019 году, данной суммы достаточно. 2020 год в любом случае будет рассматриваться уже позднее, только после закрытия 2019 года. По штатной численности здесь все нормально, все достаточно, потому что мы учитывали при формировании штатной численности тот поток заявлений, который и поступал в 2019 году, и поступал до карантина в 2020 году. Олег Александрович, разрешите по докапитализации дополнить? Мы будем держать этот вопрос на контроле. С учетом того расчета, который у нас составлен на сегодняшний день по возможности обработки информации документов, которые имеются сейчас в агентстве ипотечного жилищного кредитования, денежных средств, заложенных в бюджете на 2020 год, достаточно. Но в случае, если нам потребуются дополнительные средства, мы подготовим соответствующие расчеты совместно с департаментом финансов и выйдем к вам уже по итогам, когда будем видеть, начнется работа после того, как агентства включат в соответствующий перечень, и они смогут выдавать кредиты. То есть мы проанализируем работу, как быстро пойдет, и по итогам, скажем так, летнего периода, ближе к осени, если потребуется, мы подготовим предложение в ваш адрес. Уважаемые коллеги, передаю слово Гурьянову Михаилу Анатольевичу, управляющей операционным офисом Ростейхозбанка. Пожалуйста. Спасибо большое, Олег Александрович. Хочу отметить то, что сказали мои коллеги Сергей Александрович и Александр Панасюк о том, что, конечно же, мы готовы работать с клиентами индивидуально. Необходимо обращаться в первую очередь в банки, в офисы банков. Те предприятия, у которых есть клиентский менеджер, конечно же, клиентским менеджерам готовы рассматривать различные варианты взаимодействия, в том числе и делать какие-то отсрочки для различных штрафных санкций, которые могут попасть на период действия пандемии и так далее. В этом плане мы готовы работать. Не буду останавливаться на программах, которые, собственно, предусмотрены в рамках постановления 410 и 422, но хотел бы напомнить о том, что у нас есть постановление 1804 по сельским территориям, в рамках которых рассмотрены возможности и предусмотрены возможности на строительство инженерной инфраструктуры, строительство автомобильных дорог и строительство жилых помещений. В рамках вот этих вот льготных кредитов мы также готовы помогать предприятиям, которые ведут свою деятельность на сельских территориях, поддерживать и финансировать вот эти вот проекты, которые будут реализовываться такими предприятиями. Помимо этого, есть также те постановления, в которых мы уже работаем. Это 1764, там ставка от 7 до 8% по нашим кредитам, и мы уже в 2020 году в том числе выдаем эти кредиты. Там есть сферы, которые как раз относятся по постановлению правительства, которые отнесены к наиболее пострадавшим, это в том числе и туризм, и здравоохранение, и, соответственно, другие направления, которые мы можем в том числе профинансировать в рамках вот этого вот постановления 1764. И, как я сказал, уже у нас есть уже в том числе выданные кредиты в рамках данного постановления. Ну и, конечно же, для предприятий сельского хозяйства, которые являются нашими, так сказать, кормильцами 1528 постановления и 512, которые направлены на экспортные предприятия, которые, собственно, реализуют нашу продукцию вне рамок России. Для физических лиц, собственно, также предусмотрены кредитные каникулы, которые, собственно, необходимо, для получения которых необходимо обращаться, опять же, в офисы банка. Там рассмотрим различные варианты, как мы будем взаимодействовать с тем или иным клиентом. Кроме того, в рамках льготной ипотеки у нас есть также разработанные программы под сельскую ипотеку, в рамках которой ставка 22,7%. У нас уже на текущий момент есть достаточно большое количество заявок, которые были с начала года, к нам, собственно, поступили от клиентов наших, порядка 500 заявок на сумму более миллиарда рублей. И на текущий момент уже 100 миллионов кредитов под 2,7 мы выдали. Поэтому такая поддержка для областной, для жилья области будет достаточно существенная, потому что беспрецедентная ставка, которая позволит клиентам, как, собственно, приобрести новое жилье, так же и, собственно, построить себе новое в рамках индивидуальной застройки. В целом, наверное, все, поэтому доклад закончен. Спасибо большое. Михаил Анатольевич, да, большое спасибо. Понятно, что без вашей поддержки сельские территории, развития сельских территорий, поддержка аграриев, поддержка наших предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность Российской Федерации и Вологодской области, было бы невозможно. Поэтому я неоднократно встречался с руководством банка и всегда говорил им слова огромной благодарности за те кредитные линии и ресурсы, которые предоставляются на поддержку сельских территорий. Спасибо большое. Слово предоставляется Денису Алексею Борисовичу, управляющий Вологодский филиал «Банк Открытия». Банк Открытия в текущий момент таким негласным лозунгом для себя выбрал лозунг для наших клиентов. Вы выбрали нас в хорошее время, мы поддержим вас в непростое. Все меры, которые разработаны на федеральном уровне, Банк Открытия в них участвует, исполняет все эти меры поддержки, как для клиентов, субъектов МСП, так же для клиентов физических лиц. То есть мы работаем по всем федеральным программам, которые мои коллеги уже озвучили. Из уникальных дополнительных предложений, которые мы предлагаем своим клиентам, ну, например, для субъектов малого и среднего предпринимательства, для клиентов, которые попали в тот самый список отраслей, особо пострадавших от данного кризиса, мы полностью обнулили все тарифы по расчетному кассовому обслуживанию. Мы значительно снизили тарифы по таким продуктам, как торговый эквайринг. Мы разработали дополнительные меры поддержки по внешнеэкономической деятельности. Поэтому словосочетание кредитной каникулы мы продлили еще и дополнительно на другие виды банковских продуктов и услуг. Из федеральных проектов, которые, на мой взгляд, тоже будут интересны, возможно, вологодским предпринимателям, мы в учетах, в условиях вот этой самоизоляции дополнительно поддерживаем онлайн-продажу, онлайн-торговлю. Есть продукты, которые разработаны для контрагентов, которые работают с онлайн-платформой Wildberries, разработаны продукты по экспресс-кредитованию на льготных условиях. Также есть отдельная программа для продавцов, которые работают с такой платформой, как eBay. Полностью также аннулированы все тарифы по расчетно-кассному обслуживанию и льготные условия работы с данной платформой. Спасибо, доклад окончен. Спасибо, Алексей Борисович. То, что делаете вы, то, что делает банковское сообщество на сегодняшний момент, это бесценно. Считаю, я, поверьте, мы получим обратную связь от людей, которые к вам обращаются. Я уверен, что все-таки вот эта вот такая повышенная клиентоориентированность, в такой сложный период, позволит нам все-таки сгладить вот эти пики жесткого приземления бизнеса в условиях пандемии. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Арсению Валерию Анатольевичу, управляющей операционным офисом Вологодский банк Уралси. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. Спасибо за предоставленную возможность высказаться. Банк Уралси приоритет на сегодняшний день программы и комп, и сервисы, которые направлены на поддержку клиентов. И суть их примерно такая же, что и у уважаемых государственных банков, и практически то же самое, что озвучил сейчас уважаемый банк Открытия. Единственное, есть два нюанса. Я хочу подчеркнуть, что Банк Уралси ни на день не прекращал обслуживание клиентов за все это время. То есть операционные офисы Вологи, Череповцы работали по стандартному режиму. И на сегодняшний день структура клиентской базы, в том числе юридических лиц, она такая, что доля клиентов, которые могут считать себя пострадавшими от текущей ситуации, она минимальна. У нас только два клиента юридических лица обратились за реструктуризацией по кредитным продуктам, они ее получили. Из физических лиц заявок около 80, и примерно 40% из них удовлетворено. Из нюансов, которые были бы, которые были бы, можно выделить, в частности, в частности, отличающиеся от других продуктов и других банков, мы сейчас предлагаем открытие расчетных счетов юридическим лицам без посещения офиса и предоставляем год бесплатного обслуживания, ну, по пакетному предложению. Пожалуй, что вот это вот такие нюансы, которые можно было бы озвучить. В остальном, в остальном все меры, они соответствуют, практически соответствуют тем словам, которые озвучили мои коллеги. Спасибо огромное. Спасибо, Валерий Анатольевич, за ваше выступление. Слово передается Волсенкову Игорю Александровичу, управляющий Вологодский волосой центр, Почта, Банк, пожалуйста. Да, спасибо, уважаемый Олег Александрович, коллеги, день добрый. У Почта, Банк, как и у коллег, которые ранее выступали, в связи со значительным количеством обращений со стороны клиентов по кредитным каникулам, сразу же после обращения президента подготовлен приказ о предоставлении мер поддержки клиентам в условиях сложной эпидемиологической ситуации. И уже с 6 апреля клиентам банка по договорам потребительского кредитования, а с 21 апреля по кредитным картам предоставляется отсрочка платежа. Отсрочка платежа оформляется клиентам, попавшим в затруднительное положение, в период с 1 марта по 30 сентября. Для получения отсрочки, что немаловажно, клиенту достаточно воспользоваться сайтом банка, не нужно иметь принтера, сканера, даже листа бумаги не понадобится для собственноручного формирования заявления. И если у клиента нет выхода в интернет, он может обратиться в любой клиентский центр банка рядом с домом. Сотрудники банка, безусловно, помогут подать заявление клиенту на отсрочку. Сейчас хочу отметить, что на текущий момент времени все клиентские центры банка в Вологодской области работают. График размещен и актуализируется ежедневно на сайте банка. Если говорить о статистике, на сегодняшний день по Вологодской области банк принял 208 обращений на отсрочку. Предоставлена отсрочка 116 клиентам. 34 заявления находятся в обработке банка. Наряду с этим в банке продолжает действовать ряд услуг, которые у нас были и до пандемии. Это услуги пропускаю платеж, меняю дату платежа, уменьшаю платеж. Получить данные услуги можно в день обращения, как в любом подразделении банка, так и дистанционно. У меня все. Спасибо. Ко мне в онлайн приемную обратилась в начале апреля Арина Андреевна Акулова по вопросу отказа почта банка в предоставлении кредитных каникул. Она является индивидуальным предпринимателем, пожалуй, попала в тяжелейшую жизненную ситуацию, обслуживать кредитные обязательства не может. Уважаемые коллеги из почта банка, Игорь Александрович, как Вы прокомментируете, связывалась ли она с Вами второй раз после всех решений, принятых на федеральном уровне, или она к Вам больше не обращалась. Подскажите, пожалуйста, если у Вас есть доп. информация. Да, Олег Александрович, действительно, такое обращение имело место быть. Арина Андреевна обращалась в банк по дистанционным каналам с вопросом об отсрочке своих платежей. Это был конец марта. На тот момент банк ожидал официальных разъяснений от Центрального банка по всем пунктам, касающимся деятельности кредитных организаций. Вместе с тем клиенту была предложена в момент обращения одна из услуг, которая позволяла бы уменьшить платеж, перенести дату платежа или вовсе его пропустить. На текущий момент мы с клиентом, собственно говоря, связались и определили дату встречи для решения вопроса Арины Андреевны. Думаю, вопрос будет решен положительно. Ситуация находится под моим личным контролем. Так что я думаю, что сложности у Арины Андреевны по отсрочке не будет. Спасибо. Слово предоставляется Маринищу Анатолию Дмитриевичу, региональному директору операционного офиса Вологодский промсвязь банк. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Слышно? Анатолий Дмитриевич, мы вас не слышим. Нажмите на кнопочку. Нет, я слышно. Сейчас слышно, да. Добрый день, коллеги. Значит, помимо программ поддержки, которые реализуют крупные банки, промсвязь банком принято решение не удерживать комиссии за расчетно-кассовое обслуживание за март, апрель и май предприятиям, попавшим в список посрадавших от коронавируса. Плюс всем заемщикам, независимо, попали они в этот список или нет, принято решение не применять штрафные санкции и повышать проценты за невыполнение условий кредитных договоров. Также большое внимание и большие посылы идут по индивидуальному подходу к каждому заемщику. И плюс ведутся большие доработки на сайте, чтобы максимально в онлайн перевести все общение между клиентами и банком. Увеличен штат колл-центра, чтобы минимизировать время ожидания и максимально быстро, оперативно и снизить нервоз, работать с вопросами и пожеланиями клиента. Так в ручном режиме сейчас работает практически вся банковская система, все государственное управление, потому что никогда в новейшей истории России и в истории Советского Союза, наверное, в послевоенную историю никогда мы с такими трудностями не сталкивались. Поэтому это ручное управление, это контроль, просто круглосуточный контроль за принимаемыми решениями, немедленная реакция на запросы клиента, помощь, поддержка. Почему это важно? Потому что еще раз хочу вернуться к тому, что сказал наш президент, а он это будет контролировать очень жестко, я в этом нисколько не сомневаюсь. Он сказал о том, что банковская система должна вот в этих тяжелейших условиях работать максимально эффективно и помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Поэтому, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать вам слова большой благодарности за то, что вы сегодня представили пакет мер поддержки, который значительно расширяет те меры, которые утверждены правительством Российской Федерации. Это говорит о социальной ответственности банковского сектора за поддержку нашей экономики, поддержку наших предприятий, поддержку индивидуальных предпринимателей и жителей Вологодской области. Поэтому я слежу за ситуацией и за комментариями в социальных сетях. Я отслеживаю инциденты в системе инцидент-менеджмент, которые поступают в том числе и по работе банковского сообщества. Поэтому, если у меня появятся какие-либо вопросы, я в оперативном режиме буду вам сбрасывать те инциденты, которые, по нашему мнению, показывают эффективность нашей работы. Поэтому будем с вами теперь на прямой связи. Валентин Николаевне поручаю с банковским сообществом как минимум раз в две недели встречаться в режиме видеоконференц-связи, отвечать на вопросы. И если какие-либо есть проблемы, то мы должны оказывать всемирную поддержку нашему банковскому сообществу и крупнейшим банкам, которые работают в нашей территории. Я понимаю, что сейчас в тяжелой ситуации может оказаться и сама банковская система. И Центробанк об этом говорит. Но, как вчера сказал руководитель Центробанка, они сказали, что наши крупнейшие российские банки находятся в хорошем состоянии, в рабочем состоянии. И я надеюсь, что пандемия закончится, и мы вернемся к обычной жизни. И потихоньку-потихоньку будем восстанавливать те утраченные позиции по экономике, по работе наших предприятий. И я надеюсь, что этот год будет годом вызова для всех, для нас на профпригодность, на умение в ручном режиме руководить теми структурами, которые мы с вами возглавляем. В том числе, это касается и меня, как губернатора Вологодской области. Дорогие коллеги, большое спасибо. Альтина Николаевна, связующее звено со мной для решения всех вопросов. Спасибо за работу. Продолжение следует...